Лихорадочно успеть догнать вот эту пандемию, ну, к сожалению, в большинстве случаев пыталось догнать не очень успешно, поскольку, как мы знаем, решения принимались с опозданием, и это стоило нам, к сожалению, и человеческой жизни тоже, я имею в виду, что очень вовремя не были приняты те ограничения, которые должны были быть приняты, да, и правительство в свое время, ну, пыталось с опозданием, действовать с опозданием. Вот это такая, вот я думаю, что в истории политического процесса останется вот именно этот момент, когда власть, ну, обладая по существу всей полнотой полномочий, мы знаем, что СИМ буквально все решения по эпидемиологической ситуации передал правительству, к сожалению, вот кабинет министров очень опаздывал, очень опаздывал, в свое время тормозил, и зачастую те ограничения, которые потом принимались, ну, они вызывали в обществе непонимание, не потому что людям хотелось вот жить вот в этих ограничениях, мы все страдали от них, а потому что, ну, не было логического обоснования, почему введено то ограничение, а не иное. Мы в своих эфирах, я думаю, вы тоже хорошо помните, и Саша и Олег вот в свое время говорили, а почему это сделано, а почему это не сделано, да, почему, не знаю, кафе закрывается в 21 час, да, а почему комендантский час уже в 20.00, когда был локдаун, люди просто, те, кто работают до 6, до 7, ну, просто физически не успевают даже до дома доехать, я уже не говорю о том, чтобы купить продукты, то есть вот политический процесс был все время вот такой, где мы задавали вопрос, почему сделано так, а не иначе. То есть проблема коммуникации, да. Это вот не так вот в целом. Постоянные запаздывания с принятием решений и постоянные ошибки коммуникации, неспособность донести логику своих решений, их последовательность до, в общем-то, общества. Да, и вот если сейчас, буквально вот последняя ремарка, значит, вот если сейчас, даже мы посмотрим, мы это тоже обсуждали, вот это рекордный его сцен, который ударил, наверное, ну, по подавляющему большинству жителей Латвии, остальные почувствуют это в январе, когда придут счета за декабрь, декабрь, как мы знаем, холодный месяц у нас был, и мы опять-таки видим, что правительство очень долго колебалось, хотя в Эстонии уже все это было принято в начале ноября, в середине ноября, наше правительство все только думало, какие меры, можно ли каким-то образом снизить тарифы, в результате были приняты опять-таки такие косметические половинчатые решения, ну, которые, как говорят эксперты, на счета, на электрические, ну, как повлияют, ну, уменьшат там счет, там, на 2, на 3 евро, это при том, что счета возрастут на 50, на 60 процентов. Ну, то есть, мы видим, что даже в этом вопросе, где есть определенные инструменты и механизмы, как можно повлиять, ну, к сожалению, этого сделано не было. Можно ли сказать, что все равно вот эта ситуация, кризисная, критическая, связанная с пандемией, играет на руку правительству, ну, что вот коней на переправе не меняют, и что, вот, дескать, вот такие, в этой ситуации, ну, вот, общество должно сплотиться, не критиковать правительство, ну, как бы логика такая. И да, и нет, с одной стороны, наверное, это так, по крайней мере, представители правительства в свое время пугали население, что, ну, вы понимаете, ну, а как, что, правительство, вообще, государство в условиях пандемии останется без правительства, с одной стороны, с другой стороны, если быть объективным, мы помним, что и до начала пандемии, те, кто находятся в власти, очень хорошо сидели и никуда уходить не собирались. И ведь фактически, одним право в одном, для того, чтобы создавать новое, для того, чтобы рушить старое правительство, нужно хотя бы, ну, прикинуть, если так можно сказать, модель наброски нового правительства, следующей коалиции. И мы видим, что с учетом вот этого разрозненного парламента и красных линий, которые у нас по-прежнему существуют, мы об этом можем говорить буквально каждый год, ничего не меняется, такой дежавю, у нас есть красные линии, есть определенные политические силы, которые в коалицию не возьмут и не будут с ними садиться за стол переговоров при любых обстоятельствах. В этой ситуации возможности для маневра, конечно, сужены. И чтобы создать новую коалицию, из кого? Из тех же самых сил. Единственное, что если бы, допустим, разрушилась коалиция, ну, какие есть варианты? Ну, хорошо, заменить какую-то партию зелеными крестьянами или вообще ничего не менять, просто там, не знаю, поменять премьера. Ну, я так понимаю, что политические силы, по крайней мере, в этом году были не готовы. Я думаю, что в следующем году такие попытки будут предприняты, именно потому что в следующем году, напомню, нашим радиослушникам, первую субботу-октября состоятся выборы в парламент. И те партии, которые сейчас находятся в коалиции, имеют очень низкие рейтинги. Это, по крайней мере, 2 из 4 партий. Но им надо что-то думать и что-то делать, потому что в противном случае они имеют шанс вообще не попасть в следующий парламент. Так что следующий год у нас будет в этом плане достаточно веселый. Да, и еще последнее, может быть, что касается господина Каренщика, капитана этого корабля, он достаточно умело занимался своим пиаром, пытался показать, что если есть какие-то ошибки, то это в основном вот партнеры там не могут никак решиться, а я хороший. И частично это сыграло, поскольку рейтинг нового единства, ну, относительно других правящих партий очень даже неплохой. И это говорит о том, что избиратели, в целом, крайне негативно оценивая правительство, в принципе, считают, что Каренщик вот так вот, в общем-то, и неплохой премьер в этой ситуации. Говорит ли это о том, что на выборах, по большому счету, ничего не изменится, учитывая кризисные ситуации, кризисные ситуации в политике, в экономике, в прочих сферах? Ну, как обычно это происходит в истории, либеральные силы проигрывают более, скажем, так сказать, традиционным политическим силам. И мы будем иметь плюс-минус ту же коалицию, что имеем и сейчас. Я на днях вот случайно так вот довелось послушать короткий отрывок на ТВ-24 Малиса Гайлиса. Это бывший премьер начала 90-х годов. Понятно, что уже молодое поколение его не знает и не помнит, но он сказал очень такую интересную вещь, что вот те силы, которые сейчас в правительстве считаются либеральными, они предлагают действовать такими методами, которые даже консерваторам не снились. Поэтому все смешалось в доме Облонских. И я думаю, что, наверное, ты прав в том, что, скорее всего, каких-то, может быть, глобальных перемен на этих выборах и не произойдет. Но мы знаем, что есть несколько новых партий, которые настроены очень серьезно. Есть достаточно сильные оппозиционные силы, которые представлены в нынешнем парламенте, и они попытаются составить серьезную конкуренцию этим правящим партиям. Тем более, как я уже сказал, что часть этих правящих партий, у них сейчас рейтинг в пределах 2-3%. Им надо срочно что-то делать и что-то думать. Поэтому сказать, что результаты выборов будет один к одному вот с предыдущими, и, конечно же, нет. Но вопрос только в том, кто, опять-таки, в результате перегруппируется и кто придет в власть. Есть разные прогнозы. Я не знаю, наверное, за 10 месяцев до выборов некорректно сейчас об этом говорить, поскольку большое влияние на результаты выборов будет иметь, на мой взгляд, два обстоятельства ключевых. И об этом, наверное, надо сказать. Обстоятельство первое – это, естественно, что будет в конце лета, особенно в сентябре, с пандемией. Будет ли нас по-прежнему донимать коронавирус. И, естественно, это будет влиять на предпочтение избирателей. Это один момент. И второй момент очень серьезный, о чем, может быть, даже до конца сейчас в новогоднюю самотоху не думают правящие силы. Это что произойдет в конце января, в начале февраля. Мы знаем, что правительство сейчас активно рекламирует вот эту бустерную третью прививку. В этом есть своя логика. Но, наверное, сейчас не будем об этом говорить. Но на сегодняшний день все-таки у нас большинство латвийцев пока считается полностью привитыми, получая, например, две вакцины. И когда господин Павлюс выйдет к аудитории, а это аудитория 500-700 тысяч человек, избирателей, скажет, ребята, те, кто были полностью вакцинированы с какого-то там числа, ну, там, через неделю, через две, через три, становятся полностью невакцинированы. И мы их не будем пускать никуда. Так же, как и невакцинированных. Ну, мы можем себе представить реакцию этих избирателей. Поэтому это вот эти два обстоятельства. И мне тяжело представить, что вот эти люди, которые вдруг превратят, так сказать, невакцинированных и не пустят ни в торговые центры, ни в кафе перекусить, что они это не запомнят к октябрю. Все-таки времени пройдет достаточно мало. Ну, это вот так вот. Такая вот ремарха. У нас, между тем, звонок. Я напомню, телефон 6-7-212-93-9. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Я хотела по поводу премьера высказаться. В Бразилии президента оштрафовали за хождение без маски. Потом его без маски не пустили на стадион. А у нас почему-то оштрафовали охранника, который выложил фотографию нашего премьера в магазине без маски. Вот вы мне объясните парадокс такой. Спасибо. Спасибо. Да, ну, я могу объяснить, я отслеживаю эту ситуацию. Там все очень просто. Эти видеокадры, когда выкладывали с премьером, это еще в тот период, когда маски были необязательными. И оштрафовали охранника не за то, что он, как бы, не за правду, а за то, что он нарушил охрану личных данных. У нас еще пока фотографии посетителей магазина в публичном доступе выкладываться не должны, даже если этот посетитель и известный человек. Ну, я надеюсь, что мы уже ответили. Насколько, если взять... А, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, говорите, вы в эфире. Доброе утро. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, человек повесил. Ну, да, тоже было приятно созвониться, поздороваться. Что касается, может быть, если перейти на муниципальный уровень, вот, в принципе, что здесь, чем запомнится этот год и что здесь происходит, потому что, ну, мы все знаем, насколько рижане сейчас очень... Рестартовали Ригу, вот чем запомнится этот год. Да. Нет, ну, вот действительно так вот все тоже смешалось из-за этой пандемии. На самом деле, выборы, это неочередные рижские думы, произошли не в этом году, а в 2020-м. А вот в этом году произошли выборы в остальные самоуправления. И они запомнятся, в принципе, наверное, такими тремя аспектами. Аспект первый – это то, что выборы прошли по новой системе после административы территориальной реформы. И 119 самоуправлений осталось 42, ну, где проходили выборы. Это первый такой аспект. Второй аспект – это то, что по существу избиратели решили и здесь коней на переправе не менять. И в большинстве таких вот, ну, важных самоуправлений, есть такое слово здесь уместно, пришли к власти те, кто там и был. Да. И третий аспект – это то, что Конституционный суд отменил три решения по административной территориальной реформе. И в результате в двух самоуправлениях выборы были отменены в июне, и они прошли в августе. Это Резикландский край и Ворокляны. Вот это такие вот три ремарки. Теперь самоуправления будут учиться жить по-новому. Я имею в виду с учетом того, что их там реорганизовали, объединили. Посмотрим, как у них получится. И самое главное, изменится ли жизнь к лучшему от этого у жителей. Да, вот от того, что там, скажем так, административные границы передвинули условно. Так что вот это вот, если мы говорим о муниципальном выборах. Ну и, конечно, еще вдогонку можно сказать, что, наверное, запомнилось то, что один из ветеранов латвийской политики, я думаю, что известный всем человек, Айвар Лэмберг, оказался уже после решения суда первой инстанции, оказался в тюрьме. Вот уже полгода он там сидит. Попытки адвокатов, как мы знаем, изменить меру пресечения пока никакому успеху не привели. Лэмберг уже успел побывать в тюрьмной больнице с ковидом, сейчас опять вернулся в заключение. Это такой знаковый момент вот этого года. Это вот нахождение депутата Венспурской думы за решеткой. Ну и здесь можно добавить, что не только депутат Венспурской думы был в тюрьме, находится, но и депутат Сейма Янис Адамсон. Еще один депутат Сейма, господин Гобзамс, до тюрьмы не доехал, но в участке побывал аж три раза за один день, как мы помним. Это тоже такой интересный момент. Вообще в новейшей истории такого еще не было. Что касается международного уровня, в общем-то, Латвия тоже отличилась достаточно громкими заявлениями в адрес восточного соседа. И ситуация на белорусской границе. Вот эти два аспекта тоже очень важны. Да, конечно, ситуация на белорусской границе, она и внешнеполитическая, и внутриполитическая. И мы понимаем, что эти беженцы или там мигранты нелегальные, точнее, будут донимать соседние из Белоруссии страны. Еще какое-то время каждый день нам сообщают о том, что там десятки мигрантов пытались порваться и на латвийскую территорию. Это следствие вот этих всех геополитических потрясений, которые были в этом году. И если мы говорим о России, то здесь, конечно, ключевой момент – это обсуждение, которое уже пройдет, начиная с 10 января. 10-12 будет консультация. Сегодня вечером будут телефонные переговоры между Путиным и Байденом. Ключевой аспект, конечно, это проект договора об взаимных гарантиях, безопасности. Это такой, на мой взгляд, очень фундаментальный вопрос. Ничего подобного не было за десятилетия. Понятно, что Москва на сей раз настроена решительно каких-то гарантий добиться и обезопасить, как она считает, находящиеся под угрозой границы и безопасности России, связанные с расширением НАТО. Наверное, я думаю, что это мы не успеем обсудить. Это все уже будет интересно в январе, будем отслеживать. Но, в принципе, это очень серьезный аспект. Кто-то уже сравнил сегодняшний кризис в взаимоотношениях России и Запада. Здесь, наверное, и Китай можно тоже присоединить. Сравнил это с Карибским кризисом. Это времен Хрущева, когда мы знаем из истории, что чуть дело не дошло до ядерного конфликта со всеми вытекающими отсюда последствиями. У нас есть звонок. Да, есть звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот, может, у вас есть какая-то информация? Я как-то не слышала. Вот все помним, что в начале, когда Дания отказалась от Астразенека. И никакой информации, почему отказалась, отказалась. И сейчас, я понимаю, эту прививку вовсе не предлагают. Вот, может, у вас есть? Потому что, ну, когда такая страна, какая-то маленькая Латвия отказалась. А почему это? У меня есть, конечно, информация, но я не хочу ее в эфире. Спасибо. Да, спасибо за то, что эту информацию вы не высказываете в эфире. Да, нет. Ну, здесь что можно сказать? Что касается Астразенека, уже неоднократно говорили, что оказалось, что ее эффективность Астразенеки, ну, может быть, ниже я буду сейчас дипломатически выражаться, да, пускай об этом говорят и вирусологи, там, и фармацевты, оказалось, что ее эффективность не столь ниже, чем модерны, файзеры. И в результате, потом, когда пришло достаточное количество вакцин файзеры и модерны, и Латвия тоже, как мы знаем, часть своих вакцин Астразенека вообще пожертвовала странам третьего мира. Дания еще более богатая страна, естественно, у нее была возможность закупить ту вакцину, которую она хочет, и тоже, я так понимаю, Астразенека отправилась в страны третьего мира, ну, в частности, в Африку. Латвия, кстати, пожертвовала десятку стран Астразенеки, и, я так понимаю, даже Джонсон и Джонсон частично, и в этом списке и очень и африканские страны, и Вьетнам, вот я запомнил вчера из доклада МИДа, так что мы оказались в Мороккох, в частности, то есть мы, в принципе, Так что мы, по большому счету, поступили благородно. Да, ровно так же, как и Дания, и нет здесь никакой теории заговора. Еще один звонок. Да, давайте успеваем. А, пока вот, может быть, нам перезвонят. Да. Да, ждем. Звоните. Да, ну... Я напомню, что 67212-193-9, телефон, последняя возможность, у нас буквально осталась минута до конца эфира, и вот человек перезванивает. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Да, говорите смелее. Доброе утро. Что-то связь такая неважная. Сейчас все в порядке. Пустили меня в эфир. Я вот хочу спросить, я состою, я Стефаниза Симурова, и состою в Русском Союзе Латвии. Так. И эта партия, что ли, на нелегальном положении, просто я хочу обратиться к сопартийцам, к Татьяне Аркадьевне Жданок, такую вот несправедливость все-таки искоренить в Латвии, потому что вот я две операции перенесла. И лекарства. Ты прочитал, забыл. И не помнишь. Один раз в день, три раза в день, до, и, и, и после. На русском нет информации. В инструкции нет одного слова русского сомнительства. Спасибо. Спасибо за звонок. Здоровья прежде всего. Конечно же, желаем вам здоровья. Хотя, казалось бы, при чем есть эта названная партия? Да, ну я хочу сказать, что здоровья нужно пожелать всем. Да, и многие сейчас тоже, наверное, когда будут собираться за новогодним столом, слово «здоровье» будет звучать как-то небанально, наверное, самое большое количество раз. Всех с наступающим. Всех с наступающим. Да, мы прощаемся с Абиком, но ненадолго, потому что сегодня Абик еще будет в эфире с программой «Прямая речь» и подведет психологические итоги года с доктором психологии Аленой Якуб. И еще будет Никита Зрелов, исследователь Латвийского центра биомедицины, микробиолог в гостях у нашего коллеги Абика Элкина с 11 до часу дня ждем. Абик, ждем тебя на работе. Ну, а мы сделаем небольшую паузу, после чего продолжим «Утро на Болоткоме».